Продолжение следует... Продолжение следует... Диагнозы бессмысленны. В авторском маленьком антимедицинском панфлете, который Толстой включил в рассказ о болезни Наташи Ростовой в начале третьего тома «Войны и мира», говорится о том, что врачам... Прямо говорится от имени автора. Врачам неизвестны и не могут быть известны болезни, которыми страдают люди. Врачи не могут лечить, говорит Толстой, как колдуны не могут колдовать. Лечащие Наташи Ростову врачи и сами понимают свое бессилие, понимают, что болезнь ее, как один из них выражается, больше нравственная, но все же лечат ее и прописывают ей лекарства. В рассказ о посещении Николаем Ростовым военного госпиталя видна комическая фигура бессильного врача, который не только не лечит больных, но и сам удивляется тому, что уцелел в окружении тифозных. Этот врач с видимым удовольствием говорит «Тиф, батюшка, кто взойдет, смерть!» «Только мы вдвое с Макеевым указан на фельдшера тут треплемся, тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло, как поступить новенький, через недельку готов». Ну вот няня Савишна в доме Болконских говорит «Бог помилует, не никогда доктора не нужны». А сам князь Андрей говорит «Да и потом, что за воображение, что медицина кого-нибудь когда-нибудь вылечивала? Убивать так?» Это вам по поводу помощи, которая была окажена его жене. Второй мотив, который я здесь хочу упомянуть, это мотив вредности самого медицинского лечения. Прежде всего, конечно, вредны лекарства. Ну вот лекарства, прописанные от Аши Ростовой, названы маловредными или просто вредными веществами, однако отмечается, что вред их невелик, вред их малочувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве. И выздоровление, соответственно, происходит несмотря на большое количество прогонщик, пилюль, капель и порошков, молодость брала свое. А Пьере Безухове, заболевшим и долго проболевшим после плена, сказано, что, несмотря на то, что доктора лечили его, давали пить лекарства, он все-таки выздоровел. Еще хуже терапевтов, медленно и неэффективно травящих своих больных, хирурги Толстого, эти уже самые настоящие убийцы. Так полевой госпиталь близ Бородинского поля, где раненому гранатой князя Андрея делают операцию, подчеркнуто описан автором, как место резни убийства. Над палатками операционными кружат вороны, воролья, а из самих палаток раздаются то громкие злые вопли, то жалобные стенания. Когда князя Андрея без очереди везут на операцию, один из солдат, явно воспринимающий получение хирургической помощи, как вступление во врата смерти, мрачно замечает. Видно и на том свете, господам, одним жить. Но вот, как тебе покажут помощь, так ты и видишь. Самому князю Андрею во время операции вынимают разбитые кости бедра, отрезают клоки мяса, рядом с ним отрезают ногу Анатолию Курагину и что-то режут в спине татарина-казака. Что произошло с татарином-казаком, дальше мы не знаем, а князь Андрей и Анатолий умерли. Вообще у врачей-больней чаще умирают, чем выздоравливают. По Толстому характерно, в этой связи, что дважды повторяется ответ врачей на расспросы Николая Ростова о том, где находится его начальник, как я говорю, Денисов. Он должен быть умер. Естественное предположение, раз он у нас, как он сказал, все умер. Мотив врача-убийцы доминирует и в рассказе о болезни и смерти Эленды Зуховой в конце третьего и начале четвертого тома «Войны и мира». Этот рассказ построен как воспроизведение, в кавычках, ходящих по поводу болезни и смерти Эленд, светских слухов и толков. Так говорят, что вместо, это цитата, знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она, Эленд, верилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом. Этот слух опровергает Анна Павловна Шерер, заявляющая, что этот итальянец вовсе не шарлатан, а литмедик краево-испанский. Этот медик, как сказано далее в тексте, предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия. Однако, Эленд вдруг приняла огромную дозу этого лекарства и умерла в ночь. Хотя в обществе с удовольствием повторяют фиктивный диагноз, Элен, грудная ангина, все знают, что происходит на самом деле. Все знают, что, как говорит автор, болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей. Из приводимых автором подробностей ясно следует, что лечивший Элен итальянец снабжал ее противозачаточным препаратом. Когда же Элен все же заберевнела, он предписал ей тот же препарат в увеличенной дозе, от чего она и умерла. Характер болезни Элен объясняет, почему она отказалась от услуг членов официальной медицинской корпорации, лицензированных врачей. Такие врачи могли прописать вредное лекарство или отрезать без нужды ногу, но специальных мер, такого рода, какие нужны были Элен, принять не могли. Потому что прямо противоречила клятве Гиппократа, содержавшей обещание, я не вручу никакой женщине абортивного писария. Кстати, в Ане Карениной врачи уже такие средства предлагают. Таким образом, для ее цели Элен был необходим именно такой вот нелицензированный врач, как говорится здесь Шамлатан, специалист по церкви и потравлению плода. С точки зрения автора, однако, никакой разницы между врачами того или иного сорта нет, все они одинаковые и результаты их деятельности одни. Третий мотив, о котором я хотел бы сказать, это мотив особой социально-символической роли медицины. Так, при описании болезни Наташи Ростовой, отмечается, что врачи были несомненно полезны всем домашним Ростовом и самой больной, поскольку, как говорит Толстой, они удовлетворяли их нравственные потребности, сочувствия и действия. Потребление медицинских услуг и характер таких услуг прямо связывается с толстым социальным статусом больного. Из солдатской палаты, которую посещает Николай Ростов, раздается запах гниющего тела и больницы. Там мучающемуся от жажды солдату не подают воды, а трупы не убирают. С другой стороны, верхи общества потребляют услуги дорогих врачей. К Наташе Ростовой приглашается множество врачей, которым старый граф, ее отец в глубине души, не верящий в медицину, платит тысячу рублей. Чем выше статус больного, тем больше врачей, чем больше знаменитых врачей. Высший социальный статус предполагает присутствие при больном какому-нибудь лейп-медика. Если лейп-медика нет, то его выдумывают. Лейп-медик королевой испанской. Солдат Толстома одна из важных социальных функций врачей, функция ритуальная. Функция сопровождения перехода человека из мира живых в мир мертвых. Этот момент особенно ясен в описании смерти старого графа Безукова. Комната, где лежит умирающий, привлечена в подобие церкви, в ней совершается богослужение. И частью, или как бы частью этого богослужения становится торжественный проход корпулянтного лейп-медика Лорейна, специально прислуживая императора. Лорейн измеряет умирающий упус. И, наконец, четвертый мотив, который я вкратце опишу здесь, это мотив алчности врачей. Сначала Толстой хотел включить его на полную мощность. И в черном руках первого тома вокруг графа Позоровского собираются врачи и совещаются, как можно больше денег по случаю умирания. Но от этого остались только одни намеки, но вот почтительные взгляды, которые смотрят на Пьера Безукова, врачи. В других местах врачи изображаются принимающими деньги, и доктор ловко подхватывает золотое в мякоть ладони и так далее. И вот примерно так выглядит сам корпус антимедицинских мотивов. Перейду теперь к ассоциациям, в которые они вступают, и которые весьма интересны. Но, прежде всего, надо заметить, что антимедицинские мотивы ассоциируются в «Войне и мире» с некоторыми темами, которые, собственно, к антимедицинской теме романа прямого отношения не имеют. Во всяком случае, с точки зрения читателя, не с точки зрения автора. Некоторые ассоциации подобного рода являются, так сказать, точечными. Ну вот, один такой пример, рассказ о том, как Кутузов избавился от вредившего и мешавшего генерала Бенниксена. Своего врага Кутузов отослал из армии под заведомо ложным предлогом, который он оформил в архетипической форме всех заведомо ложных утверждений. В форме великолепского диагноза. Как бы натянув на себя маску врача, Кутузов написал своему врагу, по причине болезненных припад ваших, извольте ваше происходительство с получения СИО отправиться в Калубу. Там ждать дальнейшее распоряжение государя императора. Гораздо более существенно, конечно, для «Войне и мира» ассоциация, проводимая через антипедицинские мотивы между врачами и штабными генералами. Ну, в рассказе о лечении Наташи Ростовой отмечается, что доктора ездили к ней и отдельно, и консилиумами, спасибо, и говорили много по-французски, и по-немецки, и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства и так далее. Этот рассказ построен на параллелях с рассказом о совещании в Дрисском лагере, где тоже много совещаются, тоже не знают причин, не знают будущих действий на Брана, а рассказы очень похожи. Как врачи по-толстому не могут лечить, так и штабные генералы не могут делать дело, за которое они взялись управлять военными действиями. Еще одна концептуально существенная для войны и мира параллель, параллель врачей и историков. Толстой вводит в саркатистическое упоминание о том, что некоторые историки объясняют решение дать Бородинское сражение его насморкам. Это объяснение он сравнивает с выводом, который сутя, сам не зная над чем, сделал Вольтер, говоря, что варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Для Толстого в обоих этих случаях ложность объяснения усилена тем, что для объяснения привлечен архетип всяческой лжи и дезинский диагноз. Более далекий и имеющий более общий характер параллель между историками и врачами основан на том, что как те, так и другие фатальным образом лишены способности понимания тех реальностей, с которыми они имеют дело. А реальность эти подобные. В своих историко-философских рассуждениях Толстой настойчиво подчеркивает, что реальностью истории являются уникальные исторические события, которые имеют бесчисленное количество причин. Но нечто подобное он говорит и о реальности болезни, которую он определяет как одно из бесчисленных соединений страданий разных союзных органов. Если по отношению к будущему в науке истории Толстой еще был несколько оптимистичен, он считал, что она возможна, то по отношению к медицине он полагал, что там никакого будущего нет, и медицина на веке обречена блуждать. А это будет последний пример. Особый интерес представляет концентрация антимедицинских мотивов вокруг фигуры Наполеона. Наполеон изображен в романе как типичный толстовский умный больной. Он совершенно не верит в медицину, но исполняет предписания врачей по причинам социально-символического порядка. В густах страдающего от насморка Наполеона автор влагает уже свои собственные антимедицинские аргументы, соответственно, случаю стилизованные. Толстовский Наполеон говорит, этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Кармизар дал мне постельки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Затем Наполеон переходит на путь определения, как говорит Толстой, и разражается тирадой философской, говорит, что тело есть, наше тело есть машина для жизни, оно для того устроено. Вот в текст есть источник, вы сказали, реальная Наполеона. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается, не мешайте ей своими лекарствами. А дальше внезапно Наполеон переходит к военному делу, вот ассоциация с военным делом, и говорит, что, вы знаете, Рах, что такое военное искусство? Спросил он, искусство будет сильнее неприятеля в известный момент. Это случайно пришедшая Наполеону в полную ассоциацию, в действительности, конечно, авторская. Описывая поведение Наполеона перед Бородинским сражением, автор сравнивает его с поведением хирурга перед операцией. Наполеон, как пишет Толстой, небрежно болтал так, как это делает знаменитый и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязаны к койке. Дальше, к концу сражения, Толстой отмечает, что Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, роль, которую он так верно понимал. А в конце Наполеон едет по полю сражения и видит результаты своей деятельности. Множество искалечных трупов. Очень характерно для Толстого, что победитель, хирурга, полководца, здоровяка Наполеона, он, например, подчетно здоровья Толстого, сравнивается с лошадей. Победитель этого Наполеона Кутузов подчетно изображен как больной, слабый, почти умирающий старик. Больной побеждает врача. Ассоциация эта выражает один из принципиальных аспектов восприятия мира Толстого. В сознании Толстого недоверие и враждебность к власти и к медицине соединяются и смешиваются. Врачей Толстой представляет как носитель жестоко бессмысленной и губительной власти, напоминающей власти ранов. Власть врачей так же иррациональна и неэффективна, как власти раны, имея те же последствия трупов. Я все же, хотя мое время стекло, прошу дать еще одну минуту для некоторого заключения. Я хотел бы все-таки сделать заключение, хотя обычно сделать заключение некоторых считают устаревших. Как писала Лидия Яковлевна Гинзбург, подлинным откровением толстовского гения явились изображения некоторых общих психических состояний, перерастающих в единичные сознания и связующих их в единство совместно переживаемой жизни. Сказано мною, позволяет указать на специфический поистательный механизм, с помощью которого такие изображения создаются в текстах Толстого. В свои поистования Толстой внедрил маленькие и невидимые семиотические зеркала, в которых отражаются и отражаясь соединяются мотивы, принадлежащие друг к другу, к далеким друг от друга тематическим областям. Люди, лошади, собаки, волки, генералы, историки, священники, солдаты, врачи, Наполеон Кутузов, Бьер Безухов, Платон Каратаев, Богоучаровские мужики, все эти персонажи войны и мира включаются с помощью системы маленьких семиотических повествовательных зеркал Толстого в ряд описываемых в романе общностей жизни. И эти общности жизни – это не только общности тех или иных психических состояний, это также и разного рода интеллектуальные, социальные, исторические, культурные, национальные и общечеловеческие обществы. И важно отметить также, что вот эти маленькие зеркала, в которых отражаются и играют далекие мотивы, играют очень важную роль в обеспечении единства, как той картины, которую Толстой изображает, той картины мира, которую Толстой изображает в повествательном тексте, так и единства самого Толстого повествования. Повествование это очень гетерогенно, и сюжет его плохо связывает. Его связывают, прежде всего, конечно, именно такие далекие мотивные связи, которые реализуются с помощью маленьких зеркал, о которых я говорил, и благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова